why мама что это why мама что это а чтобы понять что это надо посмотреть вот этот ролик который всплывет над моим левым ухом всем привет вы на канале дистиллят тв и это опять же очередной долгожданный обзор для меня потому что передо мной и перед вами три шикарных коньяка стоят они друг на дружке и мы начинали помните вот снизу поднимаемся в самый верх в прошлом ролике мы пробовали 15-летний коньяк дагестан а сегодня мы попробуем коньяк дербент и это уже 30 лет надо наливать до продолжать разговаривать всегда когда беру этот коньяк в руки вспоминается почему-то детство ну потому что наверное в моем детстве было в детском саду дома много разных кубиков и мне напоминает какое-то построение пирамидок которые я строил в детстве дербент многие наверное сразу подумывали о версии кВ которая продается во многих магазинах нашей страны обычной версии но это явно не кВ коньяк это коньяк 30-летний год урожая 1962 как давно это было дербент коллекционный купаж номер 45 2013 год дата розлива 16 11 и к сожалению у меня стерлась надо посмотреть на стриме у меня был обзор и я говорил к сожалению вот видимо стираются эти надписи это не очень есть хорошо дизайн шикарный тут никаких вопросов нет бутылочка 025 где покупал посмотрите в предыдущем ролике вам станет все понятно оформление золотое богато смотрится но не дорого богато а именно классно спирта как я уже сказал не менее 30 лет выдержки и у многих возникала путаница о том что вроде бы указывается что дербент кВ это но на сайте можете подробно посмотреть да и по вкусу я могу сказать тут никакая не кВ конечно же это сложнейший коньяк со своей спецификой со своим сложным букетом с шикарным ассамбляжем не наслаждаться этим коньяком невозможно и если вы в своей жизни еще не попробовали этот коньяк ну я бы вам порекомендовал хотя бы поставить цель и достичь ее попробовать этот шикарный напиток к ароматике интересно мне вот если б я замолчал выпил коньяк насладился им но за весь промежуток дегустации не сказал бы ни слова зашел бы этот ролик или нет на ютубе вам потому что это тот именно коньяк когда хочется молчать не говорить ни слова а просто наслаждаться ароматом вкусом да послевкусием тут все классно здесь пожалуй лучшее творение рук человека который создавал этот ассамбляж на всем постсоветском пространстве потому что этот бокал не хочется отрывать от своего носа можно его прямо ставить и пускай висит этот бокал какую-нибудь конструкцию придумать чтобы она никуда не девалась и выходили везде по городу с этим бокалом и наслаждались это песня эта сказка это первую очередь смолистые тяжелые ароматы бальзамные тона ореховое пиршество ваниль далеко не классическая очень сложная шоколадные нотки эти тона бальзамные травянистые они очень напоминают кремлин коньяки от кремлина до ноевского завода но гораздо гораздо сложнее возможно даже горный мед это тот коньяк хотя я уже тысячу раз говорил это тот коньяк где ваша фантазия максимально начинает работать и выдавать огромное количество ассоциаций с этим ароматом у каждого оно будет свое давайте конечно же ко вкусу перейдем потому что я уже не могу ничего произносить за ваше здоровье прежде всего и вы наверняка помните песню как прекрасен этот мир посмотри именно после глотка этого коньяка хочется ее петь кислинка обожаемая мной кислинка та кислинка которая была удвина какого у меня года по моему 11 был года розлива но здесь все гораздо мягче здесь нету никаких адаптационных моментов от того что это алкоголь что это 40 градусов здесь кстати коммерческая крепость здесь состав классический вроде бы как бы те люди которые не любят сахар в напитках могут сказать да вы что творите зачем это нам нужно но такой коньяк это шедевр шедевр табачные тона я сейчас с вами сижу разговариваю и такое ощущение что табак такой шоколадной ноткой сигареты captain black они у меня почему-то всегда ассоциируются с шоколадом плюс малейшие такие нюансы сплетения чернослива кураги влажной только что подсушенной вот как будто бы его сняли только с конвейера вы знаете я наверное не буду вас загружать всей этой информации которая у меня всплывает потому что я сейчас вам все расскажу и вам покажется что вы попробовали этот коньяк но на самом деле это не так пока вы не попробуете вы не поймете какая это прелесть давайте еще один лоток ножки шикарные тяжелые вообще не хотят спускаться не как сверху висят 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 эх как же все таки я рад что я занимаюсь любимым делом за ваше здоровье полнотелый бархатистый один из самых лучших коньяков которые я пробовал помните у меня был на обзоре юбиляр 50-летний до от гады которого уже все сложнее сложнее найти ограниченная серия там создан специально для миллиардера или миллионера так вот эти коньяки конечно же не сравнимы по своему спектру вкусов ароматов но по своей сложности они конечно как братья да может быть сводные да от разных там матерей или отцов но они классные и тот и другой какой мне больше нравится я даже не хочу рассуждать они разные не отличаются друг друга очень сильно и вот здесь я почему сейчас вспомнил про гады у него тоже есть своя специфика засушенного персика какого-то сочетании с персиковым вареньем вот и здесь сейчас сейчас проскочила эта нотка но опять же возвращаясь к нашему разговору каждый раз пробуя этот коньяк у меня появляются новые ассоциации и не исключено что это ассоциация уйдет а появится какая-то другая однозначно рекомендую вам стремиться к этой покупке найти его по доступной цене либо копить очень долго и попробовать решать вам на этом я не буду с вами прощаться скажу вам до свидания и попрошу вас очень настоятельно пить напитки только качественный только в меру до новых встреч пока пока